Салют, друзья! Продолжаем смотреть на Арахисториан Толт, новую стратегическую игру, сделанную под протекцией Майкрософт. Мы играем за Российскую Империю Екатерину Великой. И да, мы уже со многими обсудили в комментариях касательно того, что у иностранных разработчиков видение России достаточно специфическое. Казалось бы, есть только Пётр да Екатерина. Особенно грустно из-за того, что по три платья для кастомизации Катюхи нарисовали, а вот несколько дополнительных лидеров как-то забыли. Ну да ладно, как видите, наши города соединены базовыми дорогами. Большая часть необходимых нам ресурсов производится. Однако России стоит задуматься о своём наследии и сформировать новую религию, которая поддержит наш народ даже в самые смутные времена. Очень скоро у нас появится возможность перейти в новую эпоху. Но вообще было бы неплохо исследовать чекенку монеты с одной боевой действия и навигацию. Это тот минимум, с которым мы бы хотели войти в новый век. Вообще я долго размышлял, откуда у меня такие плотные ассоциации с настолками. И вот вспомнил про одну достаточно любопытную игру, оно 1800. Да, она есть и в компьютерном исполнении. Но вот именно коробочная версия довольно неплохо передает то, что хотели сделать разработчики Ары. Основная проблема в том, что система на данный момент выглядит крайне запутанной. Планировщик задачи и интерфейс крайне неудобный и архаичный. И вот если я могу держать в голове примерную информацию касательно того, что у меня производится в двух-трех городах, да и говоря, частные излишки тоже всегда можно посмотреть, то при контроле, скажем, 15-20 городов могут начаться серьезные проблемы. Тем временем мы с вами перешагнули отметку в 100 ходов и начинаем новую осаду. Так, а испанцы пытаются перехватить у нас Ла-Манчо и пока что нам особо-то и нечем ответить. Постараемся занять город раньше, чем это сделают испанцы и попробуем навязать мирные переговоры. Высокобоставленные люди из других государств прибывают в нашу страну. Самое время продемонстрировать им наше гостеприимство и кулинарное мастерство. Подданные пока что еще царицы будут счастливы. А мы с вами в очередной раз готовимся решить судьбу нового испанского города. Так, а вот это уже неприятно. Мы с вами упираемся в лимит в пять городов. А расположение последнего мне, кстати говоря, нравится. Здесь есть месторождение золота. Изабелла Кастильская, знаменитая своим династическим браком, объединившим Испанию в единую страну. 46% усталости от войны. Оно и не мудрено потерять целую армию и два города. До окончания войны остается целых 9 ходов и мы будем рассчитывать, конечно же, на мирные переговоры. Желательно бы закалечить их как можно быстрее, поскольку мы не понимаем, сколько мечников может развернуть Испания. Я не вижу какой-то активной добычи полезных ископаемых на данном этапе войны. Но совершенно очевидно, что мы можем построить еще одно чудо света или, как оно здесь называется, триумф. И несколько городов, по сути дела, сейчас не растут. И вот нужно попробовать просчитать, нам будет выгоднее найти столицу и захватить ее или попробовать развивать свои собственные поселения. Стоунхендж нужно построить, он будет генерировать большое количество как знаний, так и безопасности. Но это, сами понимаете, постройка не то чтобы первостепенной важности. И вот что, собственно, происходит сейчас на нашем с вами поле браги. Мечники теряют довольно много здоровья, но и наших лучников выкашивают только в путь. Хотя по итогам расчета мы с вами, скорее всего, одержим здесь победу. Так, ну по производственным линиям все более-менее приемлемо, но нам бы не помешало увеличить производство древесины. Очередной технологический рывок и Россия становится на шаг ближе, пускай и небольшой, но все же модернизации армии. И вот, наконец-то, строительство Триумфа завершено. Бесчисленное количество жителей нашей необъятной собрались сегодня в столице для того, чтобы лицезреть это чудо. На эти времени мы, испанцы, продолжали дужить наше подразделение близ Ла-Манча. К счастью, потратив 50 материалов, мы можем улучшить отношения с новым племенем. Возможно, однажды его люди увеличат численность нашего населения. Давайте посмотрим, что же откроет пред нами панель войны. Совершенно очевидно, что продолжать активно вести боевые действия Изабелла, да и мы, в общем-то, больше не можем. Насколько мы понимаем, через четыре хода все равно будет заключено перемирие, и лучше, если за нами будут оставаться две твердыни. Поэтому испанское рыжеобистие получает в свое распоряжение три безделушки в обмен на пару городов. Кажется, это довольно выгодное предложение. Двадцать четыре хода спустя мы, наконец-таки, смогли оценить выгодное местоположение Мадрида. Новому противостоянию с испанцами быть, остается лишь дождаться окончания перемирия. В общем, что мы тут с вами делаем? Во-первых, жарного войны требует стали, и именно ее производство мы налаживаем в самое ближайшее время. Во-вторых, несколько бывших испанских городов теперь гордо именуются Ростовом и Омском. Правда, как будто бы в насмешку над нами испанцы решили возвести недалеко от нашего славного Ростова Новый Сахалин. Видимо, за пару десятков лет противостояния Забелла так и ничему не научилась. Ведая паутины и тайн мадридского доора, так легко оступиться. Но ничего, мы покажем этим неучим Геккенсуэлла зимует. Как говорят классики, двум графиням Рудольштетт не бывать, а одной не миновать. Давайте перейдем к Москве и решим некоторые продовольственные проблемы. У нас в целом город может продолжать развиваться, и мы могли бы присоединить к нему еще целых три региона. Но сперва надо бы улучшить наши фермы до орошаемых. И в целом на данный момент у нас достаточно инструментов для того, чтобы сделать это. Но также важно не забывать и о производстве древесины. Да еще немного, и мы будем готовы к новому раунду противостояния с Испанией. Ни для кого не секрет, что моих братьюни из Xbox Store можно выгодно и безопасно купить подписку на Xbox, Game Pass и другие сервисы. Цены последнее время, мягко говоря, кусаются, и речь идет не только о цене на консолях, но и в Стиме. А тут еще и мелкомягкие, а носят повышение цен до небес. Однако для тех, кто уже давно с нами, ребят предлагают продлить подписку по вполне себе приятному ценнику. Покупка осуществляется быстро и всего в пару кликов. Не забываем, что новая Ара и Фростпанк, а также в ворах других игр, также входят в подписку. А значит вы можете неплохо так сэкономить. Вообще, если избавиться от парочки крайне неприятных ошибок, допущенных при цикле разработки, то Ара вполне себе могла бы конкурировать с тем же Хюмонкаидом или Милленией. Но пока что, как всегда, имеем несколько хороших задумок, а вот реализация кое-где, прямо скажем, подкачала. А вот рассматривать новые районы города мне лично всегда интересно. Выглядит симпатично и согласитесь, такое обилие деталей всё-таки на одном гекси не разместишь. Жаль, конечно, что пока металлических инструментов на все строения не напасёшься, но мы потихонечку продвигаем программу модернизации. Давно пора было это сделать, но вот что-то как-то руки не доходили. Давайте построим алтарь и попробуем основать религию. Наконец-таки мы производим достаточные объёмы еды для того, чтобы прокормить Москву. По древесине понемногу выходим в плюс, но это явно не то, что нам нужно. Давайте попробуем поставить цель до 200-го хода, достичь производства примерно хотя бы в плюс 50-70 единиц. А банки Бисмарк предлагает нашим народам немного поторговать. Но пока у нас особо нет планов на другой континент, можно и принять подобное предложение. А вообще Германия окажется неплохой целью для нашей новой экспансии, поскольку Саксония находится прямо-таки рядом с нашей Москвой. То есть мы достаточно быстро сможем производить юнитов и отправлять их на поле боя. Теперь нам доступно мореходство, что позволяет нам разрабатывать месторождение шёлка, а также строить более продвинутые корабли, а то мне уже надоело исследовать побережья. Да, я кстати заметил, что кораблями и солдатами особо не наспамишь в игре. Есть ограничения на размещенных солдат, но вам ничто не помешает подготовить их в резервы. Это вполне себе неплохая, я бы даже сказал, жизнеспособная система. Самое время создать новый шедевр. Я думаю, первые два товарища для этих целей подходят идеально. Не знаю, заметили ли испанцы под стенами Мадрида столь огромную армию, но кажется, мы вновь готовы начать новую приграничную стычку. Увы, у нас не так много пеших солдат, однако мы можем обстрелять вражеских мечников ещё до начала полномасштабного противостояния. У нас будет всего 25 ходов для того, чтобы взять Мадрид. Большего нам пока что не надо, ведь существует лимит на города. Да и если честно, неразвитые поселения захватывать как-то не очень-то и хочется. Лучники на боевых позициях, и следующий ход начнёт с первой залп. Очень вовремя переносим свой взор на Ростов, а там уже первая ватага мечников готова к развертыванию. Их кинем либо на усиление фронта в Мадриде, либо отправим на юг грабить приграничные города. В общем-то, у нас тут получается следующая ситуация. За какие-то жалкие пару ходов нам удалось фактически уполовинить испанскую армаду. Из минусов здесь, помимо мечников, теперь присутствует ещё и поселенец. А вот этих ребят уж точно не хотелось бы упускать из поля зрения. И временем русскому мужику подчиняется инженерное дело. Это прямо-таки огромный плюс, мы наконец-таки сможем производить шестерёнки. Они, ну, крайне важны для улучшения функционирования некоторых построек. И, конечно же, величайшая императрица всея Руси сделает всё для того, чтобы народ России был образованным. И так у нас построено первое религиозное улучшение, а самое время начать крещение Великой Руси. Да, в будущем игра позволит нам строить уникальное сооружение соборы, но для этого нужно будет научиться производить витражи и запастись значительным количеством древесины. Итак, 138-й ход, а испанская машина разбита и развеяна по ветру. Мы начинаем подготовку к осаде Мадрида. Ярошаемые фермы становятся реальностью буквально в каждом городе, ведь металлических инструментов теперь вдоволь. Надо бы только что-то придумать с нашей деревообрабатывающей промышленностью. Так, нам тут предлагают поменять монархию на теократию, но мы, пожалуй, останемся верными первой. Ну, а наша с вами молодая религия постепенно находит своих новых последователей. В целом, теперь, когда наши лучники присоединились к осаде, она проходит значительно бодрее. Конечно, не помешали бы осадные машины, но пока что на них у нас не хватает ресурсов. Эх, бедный нищий Бейсмарк просит у нас немного безделушек. Вообще, мне что-то подсказывает, что в этой игре процветания надо быть немножечко сложнее, чем счастье, поэтому приходится быть вот таким вот меркантильным товарищем. Хотя мы в целом могли бы преспокойно отказать, учитывая то, что, скорее всего, мы, наверное, с вами планируем войну с Германией, да? Эх, Мадрид, пришло пора решать твою судьбу. Ну, а вам предлагаю написать в комментариях, какое же новое название получит недавно захваченный город. Вы только посмотрите, новые тяжелые корабли требуют значительного количества ресурсов. Вот это, кстати, интересная тема. Мне кажется, в современности, для того, чтобы создать какой-нибудь самолет, нам действительно нужно будет налаживать грамотную логистику. Так что у этой игры, при должном ее развитием, есть довольно-таки внушительный потенциал в этом плане. Я не знаю, ребят, мне кажется, у меня начинается какое-то профессиональное выгорание. Вот есть у меня какая-то симпатия к этим сирым, нищим и убогим играм. Хотя, может быть, со мной все в порядке, и Ара действительно не такая уж и плохая. Я думаю, для того, чтобы разобраться во всем этом деле, придется дойти аж до второго акта, который, как я понимаю, будет уже совсем скоро. Так, ну все, к нашим производственным мощностям присоединяются кузницы Омска. Да, пока что мы делаем достаточно примитивные слитки. Но хотя бы можем добавлять в производственную цепочку немного меди. Меди у нас как раз-таки хватает аккурат для того, чтобы перекрыть все потребности. То есть, что пока что онный ресурс вырабатывается в ноль. Кстати, ребят, обязательно напишите в комментах, какие стратегии из будущих вы бы хотели, чтобы я поиграл. Я постараюсь запросить ключи у разработчиков, но понимаете, мои негативные оценки нравятся далеко не всем, и сами понимаете, есть проблемы с получением ключей. Итак, новое исследование образования. Теперь города, не занятые строительством или производством армии, можно пустить на исследовательские нужды. Будут грызть гранит науки и генерировать нам знания. Ну и насколько я понимаю, на античности у нас с вами заканчивается первый акт. Вернее, насколько я понимаю, античность должны пройти сразу несколько стран, для того, чтобы самые слабые ушли в забвение. Вот такие голодные игры у нас получаются. Тем временем мы можем взять новый религиозный стих. Еда кажется вполне себе заманчивой, но, пожалуй, мы возьмем бонус на исследование. И опять же, интересно посмотреть, у каждой религии свои бонусы на выбор, или там есть какие-то отличия. Те, кто играл не за Россию, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, будет интересно сравнить. О, мы с вами создали уже более 25 различных ремесленных улучшений. Ну, получается, achievement unlocked. Так, а кто это тут у нас? Кажется, мы с вами нашли страну восходящего солнца. Я бы очень хотел поиграть за Токугаву в Аре или в какой-то другой игре. Но не знаю, насколько вам интересна игра, поэтому если хотите, то когда-нибудь обязательно сделаем. Так, а Япония-то у нас на самом деле на втором месте в мировом рейтинге. Я так понимаю, что при переходе в следующий акции, все эти бисмарки и Изабелла просто отвалятся. Знаете, что-то пока что похоже на какую-то королевскую битву. Но лично мне идея близка и предельно понятна. Великие империи рождаются и умирают, здесь нет ничего такого. А вот это, надо сказать, настоящая имба. Какой раз уже Россия переходит в золотой век? И насколько же приятные бонусы это нам генерирует? Я реально думаю, что Россия за счет получения бонусов на дополнительный город и более быстрый золотой век становится чуть ли не имбой. Так это же мы с вами только начинаем развиваться. Мы замедлили развитие, когда нам не хватало жилья и пропитания. Но более стараемся не допускать подобных ошибок. Наши ученые придумали республиканскую форму правления. Но Екатерины все было не то. В гузную республику воскликнула она, жуя навехонький чернозем. России нужна была абсолютная власть, и будущая императрица готова была подарить ее своему народу. Правда, она пока не знала, как это сделать. А тем временем у проводника его воли выпадали все новые и новые ачивки. Мы сравняли испанский город с землей. И казалось бы, что все цели этой войны были достигнуты. Ведь мы более не могли захватывать новые города. А копить дальнейшую усталость от войны не было никакого смысла. И вот новый ход, Россия создает бумагу, и нам уже сообщают о том, что мы получили новую ачивку по созданию шедевра. И это не какая-то там бескусица, а самая настоящая Илиада. При создании шедевра повышается репутация, а еще шедевры можно объединять в наборы. Правда, к сожалению, не все, но до этого мы с вами когда-нибудь еще дойдем. Так, мы нашли Тиночтетлан и Ассирийскую империю. Любопытно, но на правом континенте, кажется, не хватает места, и там как будто бы заспаунились сразу все фракции. Но, возможно, там и континент побольше нашего будет, это нам только предстоит узнать. Ладно, мы знаем уже почти всех наших будущих друзей или злейших врагов, это как посудить. И лично я предложил бы решить их судьбу в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наш ламповый дискорд и вкладку сообщества. На всякий случай залетайте по ссылочкам в описании в наш славный телеграм-канал и недавно созданную ВК-группу. Там же при желании можно скромно поддержать мое творчество. Я, как всегда, не прощаюсь, по традиции всех обнял, до новых встреч, пока, ребята.